Кончилось время первого тайма. Напомню, что впереди, пока впереди в счете сборной России, и эти два мяча забили Дмитрий Оленичев на 14-й минуте, Игорь Колыванов с пенальти на 41-й минуте этого матча. У нас сейчас есть возможность показать вам фрагменты первого тайма, показать, как были забиты эти мячи. И вот она первая атака. Симутенков получает мяч в штрафной площадке, делает передачу на Юрана, и здесь уже этот мяч в ворота сборной Болгарии отправляет Дмитрий Оленичев. Так сборная России вышла вперед в счете в этом сегодняшнем матче. Еще раз смотрим за этой атакой. Прекрасно здесь сыграл Сергей Юран, выиграл эту борьбу за мяч. И вот со второй попытки Дмитрий Оленичев смог поразить ворота сборной Болгарии. А это опасная атака, когда Андрей Тихонов пытался завершить атакующие действия сборной России ударом и штрафной. Но если у Тихонов это не получилось, то вот в этой ситуации защитники сборной Болгарии вынуждены были нарушить правила, грубо сыграть против Игоря Симутенкова, и Игорь Колыванов четко реализовал пенальти. 2-0. 2-0 с таким счетом сборная России ведет после первого тайма. Пьер Луиджи Пайретто показывает на точку, на 11-метровую отметку за то, что сбили Игоря Колыванова. Ну что ж, может быть сам Игорь и будет пробивать. Посмотрите, пробрасывает себе Колыванов мяч на ход, уходит, его цепляет защитник. Это Родостин Кишищев был второй номер и второй пенальти в сегодняшнем матче. Итак, здравка. Здравков и... Сергей Юран. Удар, гол! Ну, такой мяч трудно было вратарю отбить, и мало в этом пропущенном мяче вины голкипера. Сергей Юран забивает третий мяч ворота сборной Болгарии, и российская команда выходит вперед. Со счетом 3-0 ведут россиянецы. Сегодня в Государственном центральном концертном зале России состоялся торжественный вечер, можно сказать, и так, посвященный столетию нашего футбола. И было очень много слов сказано, хороших слов в адрес национальной команды нашей страны, хотя были некоторые критические замечания. И я думаю, что вот наши футболисты, понимая ответственность, которая лежит на них, а это безусловно так, потому что 12 соперников, вовремя сыграл на перехват, вовремя сыграл на выходах из ворот. И главное, что очень четко и надежно. Юран, ну я думаю, этого футболиста вы уже, наверное, легко будете узнавать. Традиционно у него майка вылезла из трусов. И четвертый мяч улетает в ворота. И очень приятно мне констатировать то, что четвертый мяч забил футболист, который открыл счет в этой игре. Это Дмитрий Оленичев, московский спартаковец. Он делает счет 4-0. 4-0. В последнем матче пятая отборочная группа. В последнем матче для российской и болгарской команды, вот в этой группе, отборочный матч чемпионата мира в Лужниках, россияне выигрывают со счетом 4-0. Хорошая атака через центр. Ну вот, тема хороша Сергея Юран, что он может придержать, прикрыть мяч корпусом, не пустить к нему сопернику и быстрые наши полузащитники, и быстрые наши нападающие. Да, ну а то, что выпустили на поле Олега Веретенникова, я думаю, не нужно объяснять почему, потому что как раз этот футболист и может забить пятый мяч, используя свой дальний удар. Удар! Гол! Ну вот, видите, я только заговорил о том, что мяч может оказаться в чужих воротах в пятый раз, как мяч влетел в наши ворота. Это сделали Агруев, футболист, который вышел на замену. Уж очень точным получился у него удар, сверхточным. Вот этот жест Сергея Овчинникова, он понятен нашим телезрителям, что не нужно волноваться, все в порядке. Ну, пропустили один гол, как говорится, с кем не бывает. Под планку. Надо же так попасть. Российская команда нарушила правила. По-моему, это сделал Африк Свейба, но я не буду на этом настаивать, потому что в точности не могу утверждать. Вот сейчас нам дают повтор, смотрит. Свейба находится рядом с защитником. Придерживал за руку. И арбитр посчитал, что это нарушение нужно наказать 11-метровым ударом. Любослав Пенев был сбит. Удар! Дотягивается до мяча. Ну что ж, можно только поаплодировать Сергею Овчинникову. Видите, расстроенный Африк Свейба, но спасибо большое Сергею Овчинникову сказал, который отбил это спять и дотянулся ногами. Не получился и повторный удар у Любослава Пенева. Ну вот какой матч. Кто бы мог подумать. Команды, казалось бы, уже решили свои задачи. Ручили Овчинникова, а вместе с ним и сборную России. А болгары продолжают идти вперед. И очень нужна россиянам контратака. Очень нужна, которая бы остудила пыл болгарской команды. Но счет становится 2-4. Один мяч, еще один мяч. Болгары отыграть сумели. Не забили пенальти, но тем не менее забили мяч с игры. Костадинов, он забил мяч. Хороший был. Сильный прострел. Подставил голову. Подрезал мяч в дальний угол. Эмиль Костадинов. Ну и здесь, наверное, стоит сказать не очень хорошие слова. В одрах наших защитников, которые расположились за спиной нападающего болгарской команды. В частности, Игорь Чугайнов, который...